Всем привет! На дворе 9 февраля стоят трескучие морозы на севере Чувашин. Ну, надеюсь, это ненадолго. Все равно скоро придет весна. А за ними лето. И вот пока у нас зима, надо приготовить нам рамочки для будущей работы в сезоне. Сейчас я занимаюсь магазинными рамками на 145. Для сбора этих рамок сделал себе вот такую установочку на мебельных шариковых направляющих. Долго думал, какой кондуктор выбрать, но пришел к себе вывод, что хочу вот такой, более технологичный, чтобы не работать на коленках. Установлен пневмостеблер 40 на 50. Фубок 40-50. Купил я его давно, уже лет 5 назад. Ну, правда, работает что-то он с перебоями, поэтому мне его уже не очень нравится. И купил для этого я себе матрикс новый. 57-426. Пневматический нейлер 2 в 1. Он может и гвоздями стрелять, и скобами. Скобы от 13 до 40 мм длиной. Сейчас я работаю скобами 35 мм. В принципе, меня устраивает. Так он работает. Вот так. Работаю сидя. Можно работать, колотить целый день. Работа такая, творческая. Вот. Причем не нравится мне этот фубок. Выстреливает подвес кобыль. Не знаю, скорее всего я, наверное, его переделаю и поставлю в матрикс. Ну, осталось мне сколотить 200 рамок. А потом я уже его переставлю. Обязательно, конечно, надо смазывать перед началом работы. Я сейчас начал использовать ВД-шку. То есть, брызгаешь сюда. И можно здесь еще. А так использую специальное масло для пневмоинструмента. Тоже 2-3 капли капаешь перед началом работы. И потом, по мере необходимости. Ну, каждые 200-300 рамок. Вот и новенький наш матрикс. Здесь в комплекте уже идет масленка вот такая. Здесь масло. И перед началом работы капаем. Начинаем работать. Как я говорил, главное, чтобы в этих неллерах, чтобы он работал при зажатом спусковом крючке. Сейчас мы попробуем тоже, как он работает. Можно, конечно, люди переделывают в интернете. Ну, просто так проще. Без переделки, без ничего. Сразу ставишь, начинаешь работать. Давайте для интереса посмотрим. Будет ли он мне работать. Я его еще вчера купил. Кстати, наличия в магазинах сейчас его почему-то нет. Ни в одном интернет-магазине я его не нашел. Буквально последний забрал в нашем городе, в Чебоксарах. Вот так он заряжается. Сейчас испытаем. Вот я зажимаю. И все. Готов. Зажимаем. Не добивает еще до конца. Видимо. Попробуем без этой штучки. Давление стоит на пятерочке. Может быть, из-за этого не добивает. Так заходит. Ну, отрегулируем. Посмотрим. Работает гораздо тише, чем кубок. Поэтому, скорее всего, я его переставлю и буду работать с этим. С матрицем. А так, использовал обычные мебельные щиты от старых шкафов. Кстати, как лайфхак. Если вам нужен материал, заходите в любое объявление бесплатное. Можно найти бесплатно. Отдам даром. Или еще что-то в этом роде. Или там буквально за символическую цену. На том же Авито. За 200 рублей вам отдадут целый шифонер, шкаф, стенку. И нормальный материал для работы. Вот. И чтобы хорошо работал, главное его закрепить. Никуда не поворачивался, не сдвигался. И тогда у вас будет бить точно в центр. Как вы поставили. Самое главное. Продолжаем работать. Собирать рамочки. Готовиться к весне. Всем удачного окончания зимовки. Продолжаем. Ну, в общем, не выдержала душа поэта. Замушился я с этим фубок. Но он работает. Но как-то работает не очень. Переставил я пневмостеплер. Поставил матрикс. 57 426. Скобы 35 миллиметров. Пришлось его перевернуть, потому что вот этот хвостик выходил за края. За края. И уже удалял сбоку. И он не работал. Поэтому я его перевернул и поставил, чтобы хвостик предохранителя был с этой стороны. Попробуем колотить на этом. Нормально. Четко. Главное смазывать. Вот так. Продолжаем работать. Матрикс рулит. Ну, еще хотел сказать по скриптам, по скриптам. Нет наличия сейчас этого инструмента. Если кто-то найдет, просьба указать в комментариях. Потому что я хочу еще один купить. Делать станочек для натяжки проволоки. Вот. Когда найдете, сообщите в комментариях. Потому что на данное время ни в одном интернет-магазине этого матрикса нет. Делать станочек для натяжки.